20 минут о красивой жизни, интересных людях и заметных событиях. Это Бьюси Тайм на 31. Всем здравствуйте. Чем ближе к финалу, тем сильнее накаляются страсти вокруг третьего сезона битвы блогеров. За плечами четыре недели индивидуальной и командной работы, однако задания от организаторов еще остались. Сейчас не будут приходить сообщения. Так получилось, что нас свело в какой-то общей тусовке с Еленой и в общем я узнал о существовании проекта с учетом того, что мы для себя внутренне понимаем, что инфлюенсеры и вообще общение в блогах, в социальных сетях это очень важный аспект, для нас особенно. Мы очень много внимания уделяем социальным сетям, поэтому конечно для нас было интересно поучаствовать в этом проекте. Результаты мы оценим позднее, если мы говорим о результатах и в маркетинге, но с точки зрения участия, с точки зрения процесса для нас был очень интересный опыт. Раз, два, три, выходи. То, что у каждой команды свой характер и своя энергетика, видно даже со стороны. Одни снимают отвязный и очень эмоциональный контент. У других в центре внимания эстетическая составляющая. Задача была моя в том, чтобы мы пришли именно с профессиональным стилистом и нам он подобрал образы совершенно разные, но чтобы они сочетались и были максимально подходящие к девушке. То есть у нас было абсолютно три разных типажа. Девушки, одна постарше, другая помладше, одна спортивная. Было два вот абсолютно разных образа. Наташа, она у нас такая, ну я бы сказала, советская такая дама, и мы ей тоже нашли образ на повседневку, но при этом она осталась в своем вот амплуа, да, элегантной. Есть у нас Катя, она спортсменка, но при этом у нее тоже так эффектно одели, там яркое худи, кроссовки, у нее так загорелись глаза, мне кажется. Ангелина, но она у нас сама по себе очень такая летящая, такая красивая. Мы ей подобрали очень крутые мартинсы, у нее уже есть, я так понимаю, из этого магазина черные, но вот она пришла за белыми и они вроде бы, она была, да, в шелковом платье, они вроде спортивны, но они вписались просто идеально. Мы все-таки делаем акцент на тех, кто ближе к нам, это 25, 30, 35 лет, для людей, которые либо по образу жизни, образу мысли, для них кэжуал одежда – это естественная, удобная, ну и понятная как бы история, так и для тех, кто, ну для кого это одежда выходного дня, им в этом комфортно, интересно, и они именно так себя готовы выражать. По уже сложившейся традиции первое место достанется только одной команде, но довольных битвой, скорее всего, будет гораздо больше. Мы-то знаем, что организаторы и партнеры подготовили большое количество специальных призов самым ярким, новоиспеченным, перспективным блогерам. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. В магазине больших размеров мало найти просто подходящую вещь. Важно, чтобы она стала украшением ваших роскошных форм. В этом убедились участницы конкурса «Леди Мармелад», которые на днях посетили салон «Эйфория Макси». На занятии теоретическом мы узнали, как цвет может влиять на нашу внешность, также как цвет может диктовать нам настроение. Узнали по, естественно, по коррекции фигуры той или иной. И сегодня мы представили три разных образа для трех разных девушек с тремя разными типами фигуры. В подборе образа для первой девушки мы использовали платье до пола, длинные «Макси». Чем хорошо это платье? Тем, что скрывает пышные бедра. Если у девушки есть талия, то мы обязательно подчеркиваем талию. На данной модели, именно платье, у нас и резиночка есть на талии, и еще дополнительный акцент, поясок. Мы его сделали в виде банта, а банта сейчас актуальны, но и продемонстрировали нашу узкую талию. Черный, правда, стройнет, если правильно подобрана силуэт в платье или любой одежды. Сегодня мне нравится образ, для меня очень непривычный черный цвет, но формат платья, вот именно длинная в пол, как бы это, да, освежает. А Настя у нас активная, спортивная девушка, и образ у нее собрался кажуальный. В этом образе брючки у нас есть средней плотности ткани, и рубашка с принтом свободного кроя, это делает фигуру воздушнее. То есть мы не обтягиваем животик, если имеется таковой, и витающие рукава джемпера создают дополнительные вертикали, которые, опять же, делают визуальное наследование. Мне очень нравится, мне комфортно, то есть это как бы мой образ, то есть я очень люблю рубашки, я люблю брюки, я чувствую себя комфортно, то есть я понимаю, что это мое. Мы собрали образ для работы. Жакет в клетку. В клетке сегодня актуальный тренд, он удачно скрывает широкие бедра. Клисированная юбка также хорошо дополняет этот образ и правильной длины, длины миди. Если будет платье или юбка неправильной длины, мы, соответственно, будем делать свой рост короче, добавлять объем. Я когда зашла, и меня одели, просто я была, ну вот, я не знала, что мне такие цвета, во-первых, идут. Очень удобно подобрано цвет блузки. И юбка, мне кажется, скрыла все-все мои недостатки. Я просто в восторге. Магазинов со стильной одеждой больших размеров в нашем городе не так много, как и стилистов, которые работают в направлении плюс-сайз красоты. Как я считаю, что у девушек с большими формами должен быть стилист именно соответствующий им. Так как болезнь одна и та же, как подобрать стильную, современную и модную одежду, и к тому же еще и найти такой магазин очень сложно. Поэтому я считаю, что девушки со стилистом должны быть на одной волне. Магазины большой одежды, ну, для больших размеров, да, то есть там очень много одежды, это просто балахонистые вещи, то есть это, которое увеличивает еще в два раза. Там цвета, там, я не знаю, бордо, изумруд, который глубокий, такой женский, но это вообще не вариант. То есть если здесь смотреть, то есть есть талия, платье в поле, все, не трапеция никакая, то есть без вариантов. Поэтому в обычных магазинах я нахожу для себя одежду, просто полная. Это составляет вообще большую проблему, и найти необходимую вещь, это, как правило, ищется во всех магазинах города. Большая удача что-то найти. Сегодняшний образ я почувствовала, что он мне комфортен, да, поэтому девушке с мягкой талией немножко тяжелее подобрать образ. Как правило, в магазинах у нас все бордовое, зеленое, с блесками, все, так сказать, теткино, бабкино. А ничего современного для нас, ну, практически нет. Советы от стилиста в этот день записывали и запоминали все без исключения. О некоторых важных нюансах стоит напомнить дополнительно. Девушкам с пышными формами категорически нельзя носить самостоятельно джинсы скини, или это брюки скини. Это визуально уродует ногу. А еще, конечно, балахоны, платья балахоны, которые вообще просто мешком сидят и никак не украшают фигуру. Благодаря этой встрече девушки теперь точно знают, как и чем подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки. А чтобы усвоить все правила, наверняка нужно больше практиковаться. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. В этом сезоне в моду вновь вернулся викторианский стиль с его рукавами-буфами, рюшами, жабо, оборками и бантами. И если на подиуме эта историческая эпоха представлена сложными ретро-образами, то в реальной жизни остаются отдельные элементы. Это всевозможные рюши в воротниковой зоне, а также в оформлении манжетов. Такие блузки будут замечательно смотреться не только в сочетании с классическими брюками, но и также возможно и вполне допустимо сочетать их с джинсами. Джинсы уберут некую праздничность и пафос с такой вещи и придадут легкую небрежность и стиль. Такие блузки также мы можем сочетать с трикотажной юбкой в стиле спортшик. Очень интересное, нетривиальное сочетание. Не стоит бояться драматических ретро-элементов в соседстве с демократичными изобретениями наших дней. Современная мода ведь эклектична, и чем контрастнее будет сочетание стилей, тем актуальнее образ. ДИАГНОСТИКА Сколько нужно времени, чтобы избавиться от варикоза? Запись на прием 2 минуты. Диагностика и сдача анализов займут 50 минут. Сама лазерная процедура 40 минут. Всего полтора часа, и вы избавлены от варикоза быстро и безболезненно. МАКФА Макароны могут быть полезными. МАКФА Исключительно из твердых сортов пшеницы. Сохраняет форму идеальной. МАКФА Мой твердый выбор. Покупай полезные макароны. Самые актуальные модные тренды в вашем повседневном гардеробе. Магазин «Стрит Кутюх» на Сони Кривой 30 и Пушкина 65. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. На Кирово 159. Десятый литературный квартирник прошел с аншлагом. Поклонников Веры Полосковой, которая, кстати, в последнее время не так часто выступает. В нашем городе нашлось очень много. Зрители получили настоящее эстетическое удовольствие. И с удовольствием делились впечатлениями программы «Бьюти Тай». Можно я возьму еще чашку пепла и сгину без вести? Бухгалтерию тишины и стану заодно увести? Можно я не проснусь? И не стану завтраком этой мерзости? Перестану вливать будто от мигрени, от каждой новости. Спустя семь лет Вера Полоскова снова делится с челябинскими поклонниками своими мыслями и чувствами. Неизменный спутник выступлений поэтессы – живая музыка. Совпало все идеально, потому что, если не первый наш квартирник, то уже десятый должен был пройти. Он произойдет с верой Полосковой. Я уверена, что сегодня будет здесь прям твориться настоящее волшебство. Резонанс в душах будет огромный. Литературный квартирник – явление особенное. Ведь этот проект привлек и объединил не только поклонников художественного слова, но и аудиторию, незнакомую с современной поэзией. А слушать стихи в исполнении автора – это особое ощущение. Если честно, я знакома с творчеством еще и в соцсетях, еще тогда, когда было модно в ВКонтакте, разные паблики. Я знакома с ее творчеством достаточно давно. Периодически читаю все ее последние сочинения, собрания. Я являюсь, можно сказать, поклонницей творчества. Очень ее люблю за ее искренность, за ее подачу, за ее эмоции. И, честно говоря, я пришла впервые на нее посмотреть. И хочется получить какую-то вот эту теплоту, душевность, с которой она делится со всеми нами. С творчеством Веры знакома около семи лет, наверное. Первый раз ее услышала, когда была в театральной школе. И до сих пор была мечта на нее попасть, но ее очень давно не было в Челябинске. Но Вера Полоскова – это то, что надо видеть. Господи, я проснулась сегодня с утра, у меня просто тряслись руки, я вся просто бледная. Я очень волнуюсь, я очень ее жду, очень люблю. Завлияние на умы вас разбнет потом большинство. Мы нормальные силы тьмы. Нам забвение страшнее всего. Так что у мастера хорошо приврать, даровитые дураки. Открываем-ка все тетради. Пишем с красной строки. Музыкальное и мультимедийное сопровождение стиха – это больше, чем просто шоу. Это настоящее погружение в мир лирической героини. Возможность всеми органами чувств воспринимать ее переживания. Выйти из экватории ночи, из ее кружева, где ни маяка, ни радара, ни сторожевого катера, где безмолвные скаты сведут тебя безоружно в светлые покои владыки-развоевателя. Попробовала буквально несколько недель назад ее тоже стихи прочитать. И тоже мне прям захотелось наложить, как она это делает, музыку. На стихи воспринимается лучше намного. Музыка помогает стихотворению раскрыться. То есть стихотворение быстрее доходит до каких-то душевных граней человека. Но у Веры еще музыка спишется специально под ее стихи. Усиленное воздействие на все рецепторы. Текст, когда читает сам человек, он испытывает то, что испытывает сам. А музыка, она в каком-то глобальном смысле повернет его туда, куда хотел автор. И тем самым мы, наверное, его больше узнаем. Именно его душу. Связь мерцает. Контакт искрит. Падая ветки кокосов, кровлю крошит в дребезги, как бисквит. Вещи не подлежат контролю. Мы, заводы большой вины, в Индии спасены. Дом почуешь за двадцать яму. В дом заходят иконы, мыши. Сахар нравится муравьям. Ворон играет с утра на крыше. Хриплый кашель соседа слышен так, как будто он спит в мешке прямо в твоей башке. То, как переживаешь грязь, как бежишь ее. Главный вызов. Как уйдешь в нее матерясь. Как ее разгадаешь, вызнав псы. Коровы, шуки, цари, грязь у тебя внутри. Как стыдишь из своих темнот, нетерпимый к чужим по морям. Индия лечит мгновенно от ложных эго, дерьмом и морем. Всюду Бог, ты его огоним. Это храмы и алтари, и у тебя внутри. Этот светский формат события совсем не для развлечений. Вряд ли кто из зрителей не был растроган в тот вечер. Кстати, очередной литературный квартирник состоится 15 октября. Это будет встреча с популярным автором Александром Цыпкиным. Знаешь, на что идешь, никогда не поймешь, что прав, не почувствуешь, как богат. Разве только четверостишина в такт ходьбе пробормочет старик, покидающий снегопад. И печально разулыбается сам себе. Спасибо. Энса. Особенный стиль и безупречное качество. Свой уникальный образ собери на сайте ensostyle.ru Уникальное украшение только из натуральных камней. Регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик, частная коллекция. Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан. Билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются. Уютный шоппинг для всей семьи в самом центре города с парковкой. Торговая галерея «Аллея» на труда 166. Салоны мужской, женской и детской одежды. Гардероб деловой женщины от европейских и российских брендов. Клубные, коктейльные и кэжуал образы для стильных красоток. Полноразмерные коллекции для больших людей. А также джинсы, сумки, пижамы и купальники. А еще здесь знают секрет идеальной фигуры. Он в удачно подобранном корректирующем белье. Торговая галерея «Аллея». Наверняка вы уже здесь бывали. Это прямо над гипермаркетом «Спар» на труда 166. Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале, в Instagram, в ВКонтакте и на Facebook. Подписывайтесь и будьте в курсе. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом. Я». Субтитры сделал DimaTorzok